Приветствую вас. Вы задаете очень непростой вопрос, на который мне бы не хотелось отвечать однозначно, потому что алкоголизм сам по себе страшное заболевание, это зависимость физическое, химическое, и от него как до кого нет лечения. Все, что можно сделать, это вывести алкоголь из организма, а дальше просто силой воли, поддержкой жить постоянно перед ощущением, что любимый человек может уйти в допросе. У вашего молодого человека, у вашего мужчины есть еще и психическая болезнь, и употребление алкоголя напрямую связано с этим, и поскольку именно она, болезнь, является первой причиной алкоголизма, распространяется устранить ее. И поскольку это тоже достаточно сложно, то объективно очень велика вероятность, что мужчине не помогут. Если он любит вас, то желает вам шерфливы. Жили полной жизнью, и это означает, что он понимает, что вряд ли сейчас, на данный момент, может дать вам все то, с чего вы хотите, ему надо самому вылечиться сперва, самому полностью встать на ноги, и только потом он может выступать полноценным партнером. Поэтому, если он любит вас, то давно уже предложил бы, что пока вы живете своей собственной жизнью, строите свою личную жизнь, а потом, когда он пройдет решение, вы встретитесь или как-то поговорите, и если к тому времени у вас еще не будет крепких отношений, то вы все вновь сойдетесь. Именно это для мужчины при наличии чувств к вам является серьезным стимулом, как можно быстрее покончить за своей зависимостью и из болезни. А то, что он делает, то, что он обещает вам, может, к сожалению, никогда и не наступить. И вы проживете так все время с чертвой собой. И в итоге его возненавидят. Поэтому поступать вам нужно именно так. Если он не защищает ваши интересы, то вам необходимо это сделать. Вам необходимо защитить свои интересы, просто потому, что иного выбора у вас, собственно говоря, нет. Слишком много вы рискуете и поскольку специфика борьбы именно с алкоголизм в том, что не бывает бывших алкоголиков, то нужно очень весомые аргументы для того, чтобы вступить в серьезные отношения с таким человеком. Как минимум, это нужна, как минимум, нужна четкая цель с его стороны жизни, в отношении которой он будет стремиться что-то делать, дабы не скатиться в ноги. И эта цель в лучшем проявлении в идеале не должна иметь ничего общего с вами. И можно не для вас, а для себя. Если его стимул это вы, то простите. Если вы будете с ним, стимула не будет. И он вновь будет и пить, и, собственно говоря, уходить запой. Стимул внутри самого человека, он больше, чем потребность быть с вами. Если этого нет, то нет и надежды. Конечно, вы можете выступить с помогательным стимулом. Да, с помогательным стимулом можете, но основным нет. Поэтому, если говорить о ваших интересах, то выступать нужно именно выше озвученным способом. Это наиболее безопасный, наиболее оптимальный, демократичный и, по сути дела, выгодный для обоих вариант. Для вас это отсутствие иллюзий и вольных надежд. Для мужчины это при прочих и равных условиях. Для мужчины это задача и стимул, чтобы справляться со своими болезнями, зависимостями и становиться на путь нормальной жизни. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны. гарнерин2 Вольных deixов Наиболе Лучко вверх Продолжение следует...